уважаемые львы и львицы я приветствую вас на канале око таро с вами ольга и сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю 4 по 10 сентября включительно что вас ждет в этом периоде что мы сегодня будем просматривать общие характеристики всей этой неделе все что может касаться дома семьи взаимоотношений рассмотрим также вашу профессиональную сферу все что связано с текущими делами работой возможными доходами также рассматриваем и расходы и кредитные линии для тех для кого это важно любая информация которую может показывать расклад все это мы с вами будем разбирать детально раскладе также будут карты скрытых факторов и расклад автоматически высветит как слабые так и сильные стороны вашей жизни подведем итоги этого периода и посмотрим какими для вас могут быть выходные дни раскладе также будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора сейчас традиционно вы можете загадать картам всего лишь один вопрос желания это карта которую я достану произвольном порядке после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос поэтому думайте о своем желании колода настраивается на вас также напоминаю что все те кто знает свой асцендент вы можете делать просмотр как по асценденту так и по своему основному знаку зодиака это и другое абсолютно верно таким образом у вас будет больше информации для анализа колода фактически готова кому нужно больше времени для того чтобы загадать свой вопрос желания нажимаете на паузу и так ваша первая карта уважаемые львы и львицы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению в основе вашего расклада я вижу очень много хороших карт и они говорят о том что на сегодняшний день у многих дела идут неплохо очень много целей и задач и я вижу что вы способны проделывать огромное количество работы я вижу ежедневные нагрузки которые вы сами себе организовываете и по факту я вижу что многие из вас могут успевать абсолютно везде что дома что на работе очень много контактов и очень много общения фактически весь расклад во многом гармоничные карты дополняют друг друга но есть один негативный аркан это карта башни которая выпала на внешний мир и конечно карта башни может говорить о разрушениях во внешнем мире но давайте начнем разбирать все более подробно ваша склад начинается со старшего аркана от шельника и если говорить о самом начале недели то все-таки в начале недели вам не захочется никуда спешить потому что эта карта показывает больше вынашивание неких важных для вас идей анализ каких-то ситуаций вам нужно личное пространство для того чтобы что-то обдумать поэтому может появляться желание уединение очень много вопросов которые вас волнуют вы затрудняетесь с ответами но многие ответы на все ваши вопросы есть внутри вас поэтому прислушивайтесь к своей собственной интуиции по отшельнику это ваш внутренний мудрец это ваш внутренний советчик который дает вам абсолютно правильные советы поэтому умеете себя слышать на физическом уровне конечно карта может показывать и некоторую усталость желание отдыха может даже показывать некоторую болезненность или то что кто-то может быть просто думает о состоянии своего здоровья и по этой карте хорошо проходить обследование посещать врачей но если это лечение традиционными методами когда вы строго придерживаетесь тех предписаний которые назначает вам врач очень много и философских рассуждений о своем истинном пути о своем предназначении о том что вы есть в этом мире вы показаны как очень мудрый человек который многим другим многим другим способен помочь советам и по этой карте к вам еще другие люди могут обращаться за советом или за помощью вы для кого-то можете быть хорошим другом и наставником но для кого-то карта отшельника может показывать человека рядышком с вами учителя духовного проводника просто старшего друга человека с которым вы в чем-то можете посоветоваться поговорить и вам станет легче на душе потому что этот человек сможет вас или в чем-то убедить или в чем-то успокоить на входящие события выпала карта старшего аркана звезды карта великолепно потому что она может показывать глубокие знания тем более рядышком с отшельником бесконечное желание чему-то учиться по жизни вы можете быть вечными учениками сколько бы вам не было лет вы не боитесь новых знаний я вижу что вы можете общаться с огромным количеством людей выходить на широкую общественность поэтому у вас могут быть последователи у вас действительно могут быть ученики вы для кого-то можете быть хорошим учителем и наставником но если вы в этом периоде сами чему-то учитесь у вас могут быть прекрасные учителя и наставники которые действительно вам могут давать фундаментальные знания эта карта вашей путеводной звезды которая ведет вас за собой это ваши мечты и надежды многие из которых вы действительно способны воплотить в жизнь потому что вам помогает само небо это любые связи и контакты как с прошлого так и с настоящего которые могут для вас быть полезны возможно кого-то увлекают тайные практики медицина астрология тарология психология это могут быть и любые другие науки которые вас захватывают это что-то то что вам интересно в центр вашего расклада выпала карта королевы мечей рядышком я вижу еще две фигурные карты это еще одна королева королева чаш которая выпала в дом финансов и король мечей рядышком под этим королем я также вижу рыцари мечей мужчину помоложе а это говорит о том что тесное общение у вас идет как минимум с тремя людьми для женщин по центральной карте это можете быть вы сами а по королеве мечей я вижу женщину очень непростую женщину которую закалила жизнь закалила судьба и вы по этой карте показаны как железная леди но при этом вы можете быть мягкой женственной внутри но то что касается текущих дел любых вопросов которых нужна ясность и конкретика вы во всем умеете расставить точки над и прекрасный аналитический ум если говорить о мужчинах то на вашу жизнь может влиять вот такая женщина те у кого есть основная работа вы точно справитесь со всеми обязательствами которые берете на себя в этом периоде но в работе могут возникать сложные или напряженные моменты эта карта может показывать вообще любые спорные моменты или спорные ситуации но вы их все-таки сможете решить рядышком мы видим также короля мечей карты могут создавать пару это может говорить о том что меня смотрят семейные пары или то что на вашу жизнь может влиять одна семейная пара и от этих людей многое зависит но не обязательно возможно это люди с которыми вы связаны работой какими-то бумагами документами информации потому что здесь все о информации на этой неделе затрагивается и поднимается очень много важных тем и если говорить о женщинах рядом с вами есть одна преданная вам дама это достаточно близкий для вас человек женщина с которым вы многим можете поделиться но я вижу что у этой дамы могут быть сейчас какие-то свои проблемы и есть мужчина для кого-то это может быть ваш супруг для кого-то коллега для кого-то начальник для кого-то может быть важный компаньон или важный даже возможно чиновник человек при определенной власти по королю мечей что вполне возможно и я вижу рыцаря чаш этом либо ваш родственник либо еще один друг в мужском лице на этих людей во многих вопросах вы можете рассчитывать если говорить о мужчинах львах то на вашу жизнь очень сильно может влиять как минимум две женские особы судя по двум женским картам рядышком с мужской по поводу ваших финансов тоже можно быть спокойными потому что в дом финансов выпала карта королевы чаш а это говорит о том что ваши финансы под контролем и деньги будут направляться на что-то нужное и полезное возможно вы хотите развивать какие-то творческие проекты по этой карте деньги могут вкладываться в любые творческие проекты для женщин это желание быть красивой и может быть это все что связано с вашей внешностью если говорить о мужчинах то на ваши финансы явно влияет также женщина на внешний мир выпала довольно таки нервная карта башни которая говорит о том что из-за того что происходит во внешнем мире вы можете нервничать это могут быть какие-то неожиданные неприятные новости это то на что вам сложно влиять или то что вам сложно менять и также то с чем сложно соглашаться потому что явно у вас из-за чего-то внутренний протест и желание во многом остановить несправедливость обостренное чувство справедливости как у женщин так и у мужчин давайте все-таки возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу всех тех кто на сегодняшний день при работе и посмотрим что еще вам нужно знать то что вы заработать сможете это однозначно что вам еще нужно знать для вас выпала карта принца монет эта карта говорит сама за себя это хорошее сотрудничество с другими людьми когда к вам могут поступать хорошие предложения или вы кому-то идете со своими предложениями и это кому-то может быть интересно но по башне возможно это что что-то в какой-то момент может срываться определенные договоренности или сделки и вы подсознательно должны быть к этому готовы для того чтобы потом из-за чего-то не расстраиваться но вы должны суметь предвосхитить события по королеве мечей и по королю мечей вам нужно постоянно стратегически мыслить на несколько шагов вперед еще одна карта для тех кто при работе эта карта принца мечей а это говорит о том что в работе может быть очень много мелкой суеты мелких хлопот нервных или щекотливых ситуаций эта карта может показывать и не очень хорошие новости но вы точно попытайтесь с этим разобраться карта может показывать любое извещение письмо устную информацию или телефонный звонок когда нужно действовать быстро и решительно для кого-то эта карта может показывать небольшие командировки или выезды на небольшие расстояния по работе теперь возьмем карту для тех кто в этот период вошел не работая для вас выпала тройка чаш карта праздника карта успеха и она вас показывает как очень успешных людей поэтому если вы действительно захотите для себя найти работу вы точно работу найти сможете но в этом периоде вы можете особо и не спешить потому что по этой карте вам еще позволен отдых но я так полагаю что вы долго отдыхать или расслабляться не захотите потому что по королеве мечей я вижу что вы все равно начнете активно действовать возьмем для вас еще одну карту на совет на совет для вас выпала двойка жезлов карта предполагает то что у вас будет как минимум несколько вариантов по работе которые вы будете для себя рассматривать то что вы будете что-то подыскивать это сто процентов потому что тех денег которые у вас сейчас есть наличие их может быть явно недостаточно возможно кому-то нужна помощь спонсоров если вы хотите открыть что-то свое или вам нужны дополнительные деньги и все это вы обдумываете но по раскладу я вижу что даже если меня смотрят те люди которые на пенсии или вы в силу других причин дома у вас может быть дополнительный интересный источник дохода судя по королеве чаш это что-то творческое возможно вы чем-то можете заниматься даже не выходя из дома те у кого есть такое занятие я вижу что вы успеваете что-то совмещать хотя здесь могут быть и нагрузки но впоследствии эта радость от полученного результата давайте посмотрим что происходит у наших семейных пар ваших домах ваших отношениях для семейных пар выпала двойка чаш и карта короля мечей конечно основную ответственность на себя в доме в семье все-таки берет мужчина женщина может немножечко расслабиться может себе это позволить потому что ваш мужчина действительно вас любит но свою любовь он проявляет больше не словами а поступками но даже в этом периоде даже от такого мужчины как ваш который может быть скуп на слова вы почувствуете тепло заботу поэтому в паре чувства могут возобновляться и я вижу что каждый из вас делает многое для того чтобы в доме было хорошо но меня могут смотреть люди с одинаковыми характерами или с одинаковым темпераментом если вы в паре поэтому порой вам бывает сложно вам сложно друг другу уступать но вы во многом все-таки можете являться единомышленниками если попытаетесь в чем-то свои усилия объединить и у вас могут быть даже общие проекты общие начинания то что в этом периоде вы ощущаете поддержку партнера это точно я вижу что в вашем подсознании дороге желание куда-то поехать и у вашего партнера также скорее всего это дороги связаны с отдыхом но возможно вы хотите совместить что-то связанное и с работой и с отдыхом такие дороги для вас возможны и у кого-то такие дороги могут состояться уже в конце этого периода потому что на выходные дни для вас выпала карта шестерки мечей она может показывать дороги как на близкие так и на дальние расстояния что происходит у наших свободных львов и львиц для вас выпала карта старшего аркана колесницы карта тройки монет и карта рыцаря чаш рыцаря на белом коне три замечательные карты ни одной негативной по седьмому старшему аркану это прорыв во многих направлениях это ваши амбиции которые постоянно продвигают вас вперед вы ни минуты не сидите на месте многие из вас обладают организаторскими способностями и вы сами свою жизнь организовываете но рядышком с собой вы организовываете и других людей потому что для других вы лидер и вы еще кого-то за собой можете повести в чем-то убедить или заинтересовать карта также может показывать срочные дороги и поездки связанные с работой или с делами с любыми договоренностями по тройке монет это очень хороший рабочий союз если вы с кем-то сотрудничаете помимо этого возможно вы еще чему-то можете учиться совмещать работу и учебу и поднимать уровень своих квалификаций для тех кого волнует карьера великолепные карты потому что это подъем как минимум на ступеньку выше но вы будете желать большего и большего и я вижу что у вас будут и покровители и те люди которые вам помогают хотя во многом я вижу что вы рассчитываете на свои собственные силы также карты великолепны для любви поэтому те кто встречается вас ждут встречи свидания приятные подарки близость признание в любви желание другого человека проявлять о вас заботу для тех кто по-прежнему в свободном поиске первая карта отшельника показывает ваше внутреннее одиночество или то что вы часто задумываетесь все-таки о будущем одиночество это не ваше вам нужно быть в паре и по этим картам конечно же возможны новые знакомства если кто-то нравится вам проявляйте активность первыми знакомьтесь общайтесь и в вашу жизнь может войти вполне достойный человек но теперь посмотрим что в скрытых факторах вскрытые факторы выпали три подряд замечательные карты ни одной негативной это солнышко старший аркан это 10 жезлов и карта шестерки чаш все три карты гарантируют вам радость радость в доме радость в семье радость от общения с близкими возможно вы что-то будете праздновать либо в конце этой недели может либо на следующий что-то планируется в доме в осенний период вы способны не только хорошо поработать но и неплохо отдохнуть при желании если правильно организуете свою жизнь здесь очень много теплого общения по десятке жезлов я вижу что вы очень много совмещаете вы ставите перед собой цель и просто к ней идете не видя препятствий гарантированный успех но вы порой забываете о собственном отдыхе поэтому этот отдых по шестерки чаш вам просто показан и высшие силы настаивают на том чтобы вы вовремя отдыхали вас ждет очень много приятных моментов ближайшее время и по солнышку конечно же это доход это возможность безбедной жизни это возможность о ком-то заботиться и вы также будете чувствовать любовь тех людей которые рядышком завершение этого периода выпала шестерка мечей карта очень активно и она может говорить о том что многие из вас не будут находиться дома возможно вы куда-то действительно захотите поехать с кем-то увидится или встретиться по любому это активные выходные вас могут очень сильно волновать вопросы ваших близких дома семьи самых родных людей например ваших детей супруги или супруга или ваших родителей все это для вас важно давайте посмотрим на карту дополнительного совета или на карту форс-мажора здесь мы видим принцессу жезлов эта карта может показывать приятные неожиданные новости радостную информацию может показывать людей которые проявляют к вам дружелюбие который может быть заинтересованы в чем-то том что важно для вас и люди помидут со своими идеями со своими мыслями вас кто-то может действительно в чем-то поддерживать также если для вас важно получить определенную информацию вы ее точно получите потому что я вижу что вы в поиске информации важна тема также взрослых дочерей те у кого есть девочки показано что ваша дочь вас может чем-то радовать своими успехами или своей заботой ваши девочки вас также могут радовать своими успехами для кого-то карта может показывать молодую подругу молодую женщину от которой может исходить важная или интересная информация для вас теперь посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпало двойка монет эта карта дает ответ да но она говорит о том что предстоит еще очень многое сделать я так полагаю что вы уже что-то делаете для того чтобы получить желаемое может быть даже есть небольшие результаты но давайте заглянем немножечко вглубь вашего вопроса просто я вижу что скорее всего из-за того вопроса который вы задали несмотря на то что сейчас это все таки да вы будете из-за чего-то очень нервничать потому что в какой-то момент либо что-то будет не получаться либо уходить из-под вашего контроля либо ускальзывать из ваших рук но даже если вы почувствуете что это происходит вам нужно будет немножко ситуацию отпустить потом она снова выравняется и наладится давайте возьмем еще несколько дополнительных карт из цыганского оракула и спросим а что еще вам было бы интересно знать конкретно в периоде этой неделе замечательные карты которые показывают торговлю бартер любые рабочие процессы любой положительный обмен энергиями абсолютно в любой сфере деятельности потому что здесь я вижу что вы ожидаете каких-то плодов от уже проделанной работы и вы их получите вы показаны как человек знаток своего дела если есть конкретное дело которым вы занимаетесь вы можете быть очень состоятельными людьми по этой карте и у вас огромный ресурс и потенциал на будущее то есть вы способны зарабатывать больше и лучше если говорить о женщинах то рядом с вами может быть некий мужчина который попытается перед вами за что-то извиниться принимать эти извинения или не принимать решать вам также карты могут показывать перемирия с кем-то и в деловой среде когда есть или появляется возможность конструктивного диалога но опять-таки многое будет зависеть именно от вашего решения здесь я вижу целый коллектив людей то есть карта может показывать собрания конференцию интересное общение с людьми близкими вам по духу или по интересам то есть для каждого из вас эта карта может проиграться по-своему но явно здесь я вижу успех в обществе и то что люди готовы вас слышать и слушать потому что вы умеете доносить любые свои мысли доносить правильно я уже говорила о том что возможно кто-то из вас занимается в чем-то вы пытаетесь развиваться эта карта также может показывать тренинги мастер-классы в группах которые тоже для вас могут быть интересными уважаемые львы и львицы вот такой для вас была на эту неделю информация оставляйте обратные комментарии пишите насколько этот расклад для вас был интересен и полезен подписывайтесь на мой канал все те кто еще не подписан и я не прощаюсь с вами я вас конечно же всех жду на следующей неделе следующих видеопрогнозах всем до свидания а 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 Субтитры создавал DimaTorzok